Я прям так кайфую, я хочу просто взять и выехать на нем в город. Ты что, гонишь? Мне никто не сказал этого, охренеть. Коля, мы так не договаривались. БГТ, вы что ли? Что ты мне сразу об этом не сказал? Вы мне должны тачку. Сейчас нет решения. Вы мне должны тачку. Я тачку потеряла из-за вас. Сейчас нет решения. Это просто, я в таком шоке. Это начало новой серии с геликом. И в этой серии что мы будем делать? Мы перетянем салон, перетянем потолок. Он поменяет полностью свой внутренний, внешний вид. Но вот насчет последнего я это буду держать в полной тайне до самого конца. Потому что это разрыв абсолютно всех шаблонов. Вам это точно понравится. А сейчас мы идем выбирать кожу на салон. А, ну да, конечно. Где мы еще можем быть? Мы в обители до оснащения тачек. Это БГТ-вокшоп. Очень много новеньких на канал подписывается каждый день. И многие не знают, что у меня в БГТ есть свой подшипной цех, который производит просто гениальные проекты. И сейчас я просто на примере покажу, что конкретно мы тут делаем. Вот, допустим, это моя седуха. Согласитесь, она сейчас выглядит очень по битву. Ну, не тянет даже на 100 баксов. А вот что из нее можно сделать. Вы не думайте, это не привезенный салон. Это не салон, вытащенный из какой-то другой машины. Это вот сделано с нуля здесь. Это выглядит вкусно, дорого. Но самое главное, это не стоит, как бы, новый салон в гелике. Поэтому, поэтому, если вдруг у вас там, ну, невзначай, я так говорю, есть какая-то тачка, и вы хотите обновить салон и почувствовать себя королем дороги, то приезжайте в БГТ, они это спокойно сделают. Что я хочу, в принципе, сделать со своим геликом. Вот, ну, погнали дальше выбирать кожу. Приветик, а ты не знаешь, где Паша? О, а это что за трава там? Это кокосовая. Кокос? Раньше делали. У меня был вшит кокос в сиденье. Стоп, 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 притормозим с кокосом, ребят, отвлечемся. Сейчас вы будете наблюдать самое интересное. Это внешка и внутрянка гелика. Но я хочу напомнить вам, где я нашла его. Спасибо Дрому, что помогли найти это чудо. И самое офигенное, что я смогла выловить этот вкусный вариант, потому что у меня была подписка на Дром. И, как вы помните, даже за одним геликом я ездила в Питер. И что самое офигенное, каждое объявление сходилось с реальностью. И на Дроме, конечно же, самый большой выбор тачек. Поэтому именно там я нашла своего малыша за 1 миллион рублей. Ладно, мы потом вернемся к этому креслу убитому. Паш, а мы как раз тебя искали. Можно тебя на секунду? Все клиенты в БГТ встречают вот так вот. Там чай, кофе, танцы. Меня просто уже как свою, понимаете, воспринимают. И нет такой чести. Ну, вообще, я, короче, буду его клеить в светлые даны, скажем так. Какая кожа лучше будет смотреться вот в салоне? Ну, смотри. Вот, есть вариант вот такой. Это Дакота, получается. Эко-кожа Дакота. С рисунком таким, с ярко выраженным. Он мне такой рисунок не очень нравится, он как-то старит кожу, мне кажется. Ну, да. Слушай, может, какой-нибудь такой цвет? Я хочу сделать стилевый вариант, но я не хочу, чтобы салон быстро убивался, потому что я собираюсь долго ездить на этой машине. Сравнительно долго для блогера. И хочется, чтобы это был какой-то вариант, не загрязняющийся. Что-нибудь такое, смотрю, вот из этого. О, кстати, прикольно. Вот эти вот. Смотри, какой винный такой цвет прям. Бургундское вино. Вот это дорого. Вот это классно, такой цвет. Это прям дорого, да. Просто посмотрите, какое количество. Тут, блин, это жестче, чем палетка с цветами для ноготочков, да, Анжелик? Да. Блин, мне кажется, это будет такой дикий стиль. Это прям будет круто. Был бы офигенно, если бы туда встали вот такие сидушки, скажи, да? Вот такого бургундского цвета, а потолок, я думаю... Блин, на самом деле, я сначала думала светлый сделать, а потом я посмотрела, полистала там. Представь просто весь потолок в нем, там, вместе с люком. Это прикольно. Но он как в новом, в котором вы едете. Мне кажется, вот этот классный цвет, смотри. Сочетание. А как своеобразный? Я обычно говорю своеобразный, когда я хочу сказать говно ваше выпало. Но это с какой стороны поглядеть? У меня дилемма. Помоги мне как девушке. Я не могу определиться, нужна мне вот такая перфорация, или сделать вот такое сидение без перфорации в гелике. Какой рисунок будет? Ну, вот такой. Я прям хочу точь-в-точь. То есть, вот из этого кресла... Рамбы, как на 223-м получается, да? Просто можно сделать... Либо просто рамбы все одинаковые, например, да? Либо сделать вот именно от маленьких рамбов большим. Вот так вот. Мне кажется, можно повторить за 223-м. Смотри, что я могу предложить. Вот, например, вот про эти рамбы я тебе говорила. Это вот стандартные одного размера рамбы. Вот, например, что-то такое. Ну, это в основном вот этот рисунок. Либо на BMW мы делаем, либо на GLS-ах. Ну, вот это уже интересно. То есть, если сделать, допустим, гладкую кожу здесь без перфорации по бокам, и с рецептинкой сделать вот такой перфорации, это будет прикольно. А это будет что-то новенькое, на самом деле. Потому что мы в основном рисунок делаем всегда на перфорации. Ну, не просто не марать себе голову и сделать вот такое. Реально, можно просто сделать вот такое. Давай, короче, просто... Давай вот такое сделаем из моего сидения и все. В общем, все, цвет выбрали. Такой цвет. Да, цвет красивый цвет. Благородный такой. И этот цвет у нас идет на потолок. Вот это интересное будет такое. Пишите свои мысли в комментариях. Короче, я не могу сейчас показать свою внешку гелика, какую я выбрала. Потому что это топ-сикрет и... Не, Коль, мы это не вставляем в монтаж, это нельзя вставлять. Я очень хочу поделиться с вами, что я собираюсь сделать с внешкой, но не могу. Не могу по-человечески, потому что это должно быть в секрете. Чтобы никто, не дай бог, не эту идею. Она настолько офигенна, что, да, возможно, ее куклы сможет притянуть к себе. Вы узнаете о внешке как из ролика, так и из истории своих друзей. Потому что гелик будет настолько притягивать к себе внимание, что все будут это фоткать, снимать на видео, отмечать меня. И, возможно, узнаете об этом даже быстрее, чем сам ролик выйдет. Как говорится там, что-то? Звон? Не, не про это. Слышишь звон, не знаешь, где он. Баклан, не ж вообще нет. Ладно, все, пока. Сидения приехали очень грязные, после того, как Ангелина на нем утонула. Ну, как минимум, один раз они были переделаны. Где-то подклеено, видно прям, то, что не с завода. Ну, вот здесь видно, клей был нанесен вокруг. А вот это нормально? Была подклеена. Вот это проволока. Этого не должно быть. Здесь все сломано, торчит все. А то, что разноцветное, это нормально? Да, возможно, эта деталь с другой машины была снята. Да, и подкачка, поясничная подкачка должна быть здесь. Точнее, она здесь есть, но она вообще, ну, как бы не работает. Ну, короче, по сути, под восстановление это то, что нам нужно. То есть, она не совсем убитая, но при этом результаты после крючки. Конечно. Они там, да? Вот это... Так. О май год! Офигеть! Это что, реально они? Это те самые обглоданные сиденья, которые у меня были на гелике, они превратились в это? Офигеть! Это мои сиденья? Да, это они. Смотри, даже сделали здесь вот эти ручки. Опа! Посидеть? Да! Офигенно! Они даже мягче стали как будто. Вы меняли анатолий? Ну, конечно, набили, ралон все поменяли. Все, что было испорчено годами, все заменили на новое. Смотри, как здесь еще отделали. Вся регулировка сидений. Теперь тоже. Ну все, это такой баски аппарат стал. Да. Он такой весь из семян. Буду ездить с пальцем оттопыренный. В 2-2-3. Он прям такой шикарный. Ребят, я надеюсь, что вы радуетесь за меня и что я больше не буду ездить в обоснуги. Буду ездить в человеческом аппарате. Я дико рада. Спасибо БГТ Пашип, что они мне сделали вот такую красоту. И если вы хотите радоваться так же, как я, как ребенок настоящий, то привозите, сделают из вашего сарая настоящий замок. Так, мы сейчас идем по техзоне БГТ. И мне хотят показать что-то страшное. Смотришь, что это потолок? Чего? У меня не было такого потолка. Это как будто вон, это от мини-баса этого сзади. А почему он такой грязный стал? Или это с него? Да, там все сняли, все, что было. А с чего он сделан? Две машины. Серьезно, что ли? Конечно. Я думала, ты знаешь, как ласточки вьют гнездо там со слюной своей. Примерно так. А что, почему он сломан? Время, подалка. А как его можно укрепить? Это стеклоблока? Да. Ну, давайте сделаем. Короче, хорошего понемножку. Понимаю, что надо было разбавить мою радость от сидений таким ужасным потолком. и вспомнить, откуда вообще ноги растут. Это ты согласовывал, насколько мне сказали, что вот так. Это дверные карты. Да, да, да. Шикарное состояние. Кто это все сделал? По нему как будто 10 тысяч раз проехались. Кто-то помочился сверху. Да, вот такие. Явно. Такой зловещий смех у всех. Потолок был такого уже состояния. Я помню, да. И лучше реставрировать, да. Понимаешь, да, что это? В каком? Это тихий ужас называется. Ау, ну хочется выйти от такого состояния, это правда. Просто мой гелик разбросан по всему БГТ. Заметьте, везде пасхалки моего гелика. Принимал солнечные ванны сегодня. А, раздраживал морщинки? Да, раздраживал морщинки. А на женщинах так работает? Работает, да. Можно так стать и сразу обладеешь? Можно, я скажу, под капкан. Я не видела свой гелик по ощущениям месяц. Я прям его ждала настолько, насколько мать ждет своего сына из армии. И сейчас его привезли в БГТ. Я так хочу его увидеть. И мы заходим в дитейлинг. Так, я чувствую его. Я чувствую его дыхание. Ооо, даже такой он красивый. Моя сладущая, ржавая моя корыта. Не, ну в принципе, с последней нашей встречи ничего не поменялось особо. Хотя, хотя, заменили тормозные диски, кардан. По-моему, сделали еще калибровку. Знаешь, что сна самое главное поменялось? Что? Посмотри под него. А, кстати, да, но его помыли. Я вспомнила, что еще основное. Да, террин чистенький такой. Ну, ну, ну. Это то, о чем я думаю? Да. Это оно? Да. Охренеть. Не показываю пока. Я хочу попробовать его. Оно такое шуршащие. Офигеть. А на что? На что собираешься? Вот это на то, что вы будете его клеить, да? Да. А, ну, если что, его можно потом будет отодрать? Слава богу. Вот этот пакет обошелся в 8500. Ну, короче, здесь ребята нужно будет трудиться очень хорошенько так. Мне кажется, они меня уже проклинают. Но зато это будет настоящий арт-объект. Я очень хочу его подготовить к одному автошоу. Короче, у нас есть рамки, в которые нужно уложиться. Я надеюсь, что мы уложимся. Ну что, я очень рада, что он оказался здесь. И, наконец, мы приступаем к работе. Блин, я реально не верю, что когда-то я взяла этот гелик всего за 1 миллион рублей. А все благодаря функционалу у дроба, который позволяет отсеять всю шелуху и найти тот самый вами искомый вариант по самой лучшей цене. Ну, реально, поясогласись, блин, когда мы настроили все параметры, то дело пошло быстрее. Да. Ну, типа, что правда, то правда. Ну что, дорогие друзья, прошла ночь. Команда БГТ все это время проводила работу над Гелендвагеном. И я приехал несколько пораньше, чем Ангелина. У меня есть преференция для того, чтобы посмотреть, что получилось. У меня прям чешутся руки. И сейчас мы с вами посмотрим. Охренеть. Охренеть. У меня просто других слов нет. Я даже не знаю, как на это реагировать. Вы когда-нибудь видели такое? Он реально волосатый и ворсистый. Ну что, давайте попробуем его открыть. И держится, на самом деле, довольно крепко. Офигенный клей. То есть вот я пытаюсь подергать и, ну, достойно. И здесь тоже. А это что? Такс. Стоп. Вы это видите? Нет. 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 Его. Так. А Ангелина вообще в курсе? Привет. У меня доживю, мне кажется, мы уже доходили с тобой, да? Охренеть! А ты что, кляверсуешь? Он реально клюшевый. Офигеть! Он такой няденький, такой сладенький. Мы даже молотен не закрыли. Блин! Я хочу просто лечь на него. Блин, как клево! И капот тоже! Охренеть! Он не похож на то, что я вообще изначально думала. Он должен... У нас был референс. Ставим его вот сюда. Но мне кажется, что получилось лучше это раз. А во-вторых, там были чехлы, оказывается. А здесь у нас реальная пленка. Пленка из ковра. Это очень круто. Привет. Я прям так кайфую. Я хочу просто взять и выехать на нем в город. Это некорбентно, мы на нем не сбивались. Но внутри мы пока еще ничего не делали. Лумбочку с краской. Это что такое? Это что такое? Так они же на саморезах, а на клею. Ты что, гонишь? Серьезно, да? Ты что, гонишь? Нет, это не я делал. Эту претензию не ко мне. Андрей же вчера сказал, что пофигу. На клею и самолезу. А нафиг столько... Она вся в саморезах. Просто вся. Охренеть! Охренеть! Вот этой хернёй? Вот этой хернёй? Мне никто не сказал этого. Охренеть! Что теперь делать? Почему нельзя было наклеить и сделать? Не, а он, короче, так клеил. Не получилось. Вы это обсуждали? Вы это договаривались? Ну, видимо, не с ней. И то есть под этой обшивкой тоже всё... Что всё равно? Мне эту машину продавать и на деньги этой машины покупать трактор. И фиг её купит теперь кто такой. Коля, мы так не договаривались с ней. Я тоже не помню такого. Ну, типа, я когда снял, я сам охренел. Клея же было дофига, я не понимаю. И вчера я ещё приходила, но никто мне об этом не сказал. Никто. Богатая, вы чё, что ли? Просто привезла машину обклеить плёнкой, а мне её просто... Она теперь как в пылевых ранениях. Просто нифига не смешно у Паши. У меня сейчас просто... У меня шоковое состояние. У меня матные ноги просто. Ещё вторую половину так же буду, что ли, клеить? Мне нужно позвонить человеку, у которого я... У которого я заняла деньги. И сказать ему, что деньги из гелика вытащить будет невозможно. Нужно. Никто. Это ведро... Это теперь реальное ведро с шурупами. С гайками. Ну, подожди, давай мы узнаем, может быть, там... Ну, не всё так эдично. Не, ну как? А шурупу, что ли? Вот это потом... Я хочу поговорить с Андреем Викторовичем. Где он? Ну, сюда, скажите. Это... У меня даже ногу свело. Я, подожди, не могу уйти. Ребята, если вы думаете, что это... Что это просто какая-то сцена, придуманная заранее, нет? Это, блин, вот сейчас всё произошло на ваших глазах. Почему ты мне сразу об этом не сказал? Я не знал, типа, я тоже офигел. Я сразу убежал к себе снимать. Пойдём узнаем, что он сад умеет, видите, мы просто он же сказал. Не, ну есть телефон, есть смс, есть воп... Есть вопрос, который ты можешь задать. Делаем или не делаем? И получается, что... Мы просто... На эту тачку всё... Кроме меня. Андрей Викторович, что вы сделали с моей машиной? У вас же есть телефон, вы могли позвонить мне. По-человечески. Что теперь с ней делать? Я пока не знаю. Надо же было срочно и всё. Ну, есть телефон, Андрей Викторович. Вы могли мне набрать, спросить, типа, мы будем сверлить машину дырами или не будем? Или на крайняк можно было, не знаю, там, в 10 слоёв клея это сделать? Я не знаю, я не детейлер, я не клею плёнки вам. Я думала, типа, ну, с БГТ я давно работаю. И вы ни одну машину так не делали! Почему именно вы над моей вот так надругались? Надо же было срочно сделать. Мы потом всё установим. Андрей Викторович, срочность это одно. А потом продать машину как-то же надо. Вы просто, может быть, не знаете, какие мне на неё планы. Но я её хотела продать, чтобы на неё сделать другую вещь. Что мы сейчас будем делать с ней? Будете её до конца вот так вот пилить? Ну, а как её надо было сделать срочно? Что нам-то делать? Задача срочность сделать. Андрей Викторович, срочность не значит, что надо машину сверлить дрелью. И саморезами. Я просто, я открыла дверь, я понимаю, что я в полном... Что дверь вся в дырах. Как это теперь? Как это теперь реально всё вывозить? Как это исправлять? Никак. Тут только покупать новый кузов. А это будет стоить так же, как этот гелик. Мне были нужны деньги от этого гелика, от этой машины. Срочно, потому что я заняла денег у человека, чтобы купить трактор. Я вам рассказывала про этот трактор. Мне нужно было доплатить за него, ну, где-то полмиллиона. И где мне теперь взять эти полмиллиона, Андрей Викторович? А мне нужно отдать человеку, понимаете? Я ему сказала, что я ему отдам их через две недели. Через две недели я не отдам. И сама этот гелик, он, видимо, со мной одним целым станет. Я вам никогда не продам. Вы мне должны тачку... У меня сейчас нету решения. Вы мне должны тачку. Я тачку потеряла из-за вас. У меня сейчас нет решения. В каком смысле нет решения? Ну, если вы делаете что-то, вы должны думать о последствиях. В каком смысле? Ну, я не знаю, что сейчас делать. Я просто... Андрей Викторович, у вас должно быть какое-то решение. Вы давно занимаетесь этим. Почему именно моя машина над ней так надругались? Скажите мне. Я вообще случайно на работе сейчас не помню. Это просто, это просто. Я в таком шоке. Погоди. Подожди, мне надо позвонить этому чуваку. Как мне сейчас ставить диалог с ним? С кем? Да погоди, давай успокоимся. Пойдем, сядем, пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Кому ты сейчас хочешь, Наги? Евгению. А он ее как-то передал. Дал ей деньги за вам? Да, я ему обещала, что я отдам ему деньги через две недели. Это было три дня назад, когда я решилась на то, чтобы... Я даже не могу складывать слова в предложение. Это просто какой-то... Мне вчера прислали варианты тракторов, которые вообще есть на продажу. Я договорилась с компанией, которая может мне выделить трактор по себестоимости. И он стоит минимум полмиллиона. И где такие деньги возьмут, скажи мне? И поэтому я сказала, Евгений, у меня есть гелик. Так, я сейчас доделаю проект с ним, потому что как-никак, ну как бы нужно довести его до конца. И я должна продать гелик к началу сентября, вытащить из него деньги, отдать ему полмиллиона рублей. И уже к этому моменту я должна была решить проблему с трактором. Все, мне в понедельник лететь в Волгоград, деньги у меня на руках. И я должна была там покупать трактор. Как бы все было завязано, все было просчитано на много ходов вперед. И просто вот это вылезает, и все ломает. Ладно, успокойся, давайте сейчас водички перенесу. Что они придумывают, скажи мне? Ну давай посмотрим, правда, ничего не придумывают. Единственное, что они могут придумать, это купить тот же самый гелик того же самого года за те же самые деньги. Либо просто купить у меня этот гелик и поставить его в центр БГТ, как самую лучшую оклейку за все 10 лет работы их детейлинг-центра. Я просто боюсь сейчас звонить Евгению. Потому что я просто... Что я просто ему... Я ему просто как будто наврала, понимаешь? Ну а Дима чего не поможет? Не хочу просить деньги, Дима. А почему ты у него такие деньги делаешь? Я не считаю, что он должен решать мои проблемы и давать мне просто так деньги. Это неправильно. Нужно двигаться по жизни самостоятельно. Почему он должен был давать мне деньги? Он в курсе вообще? На трактор, другому человеку. Какой? Ну вот вообще-то, что ты заняла денег там? Нет, он в курсе. Ты об этом узнал, когда я тебе вчера прислала варианты, которые мы будем смотреть в Волгограде? Я об этом никому не рассказывала. Андрею Викторовичу я сказала вскользь, что мне нужно быстро сделать и быстро продать. Он знал, что мне гелик нужно продавать. Это логично. Это должен был быть краткосрочный проект. Я вообще хотела, чтобы новому владельцу этот гелик достался в лучшем состоянии, чем он был. Поэтому я так крадела над этим долбанным карданом, тормозами. Я могла это все не делать. Нафиг мне это вообще все сдалось. Я думала, что я на этом гелике почти не езжу. Но я хотела сделать, чтобы он был почти в идеал. Потому что я считаю, что каждая машина, она заслуживает хорошего отношения. Слушай, отойди, пожалуйста, я хочу с ним сама поговорить. Ну, без... Я понял. Оказалось так, что пленка теперь неотъемлемая часть этого гелентвагена. И фактически эта машина теперь не ликвидит. То есть я не смогу ее продать и отдать вам деньги в срок. Вот так произошло, но я не хочу... Я не хочу, как бы, вас посвящать с подробностями, ну, если вы разрешите, конечно. И просто скажу, что можно ли... Можно ли отсрочить немного возврат в деньги? Ну... Недели две, если можно. Мы с вами договаривались на 1 сентября, а... Теперь, ну, число 14-15 сентября. На 12 сентября, если можно. Может быть, на 15 сентября может быть никак не уложен в вашем плане. Хорошо. Хорошо. Ну, я, наверное, не совсем правильно сделал, но... Моя задача — пилить контент. Может, она потом мне скажет спасибо. Я поговорила с тем чуваком, который занимал мне деньги. Все решили. Он сказал, что он дает на строчку до 15 сентября. То есть сколько, получается? Ну, полтора месяца, да, еще? Ну, почему полтора месяца? Какие полтора месяца? 15 сентября. А, сентября? О, пьё. Мне посвящился к тюрьму. Мне даже к тюрьму посвященную. Нет, сентября. Типа месяц? Даже меньше. Даже меньше. Потому что он мне давал на две недели, и он мне, как бы, все, на месяц он мне дал эти деньги. Короче, ладно, это я решу, я думаю, я где-то деньги найду, но я просто в афиге до сих пор о том, что... Андрей Викторович, он разводит руками, он такой, ничего не знаю. Просто нам нужно было быстро сделать. Представляешь? Нам нужно было быстро сделать, поэтому мы... Мы надругались на Тони Георик. За сколько вы делали? Взаля. Ну, как бы, для меня это деньги, если что. Я... И я хотела вытащить обратно эти деньги. Так, я немного подуспокоилась, и надо рассказать вам вообще, что происходит. Что за трактор, который я буду покупать на деньги Гелика. Короче, вы, скорее всего, смотрели мою историю с дедушкой Владимиром, когда мы приехали к нему в деревню, и поняли, что он нуждается в новой технике. И я очень долго думала, мозговала, как можно ему помочь. Я не имею свободных средств, на которые можно купить трактор. Потому что, как оказалось, трактор стоит не 100, не 200 тысяч, не 300, а где-то от полумиллиона и выше. В какой-то момент на мой клич это звалась компания Boston Techniques, и они предложили купить трактор за полмиллиона рублей. И я не понимала, где эти деньги взять, потому что я еще не могу продать гелик, потому что мне нужно довести проект до конца. И у меня нету, опять же, свободных средств, чтобы просто взять, пойти в каком-то магазе и купить этот трактор. И единственный способ, который я нашла, это взять деньги у моего знакомого Евгения. Он мне дал их под расписку, он как бы все серьезно. И на эти деньги в этот понедельник я лечу и покупаю в Волгограде трактор. И поэтому для меня было жизненно важно, чтобы гелик остался в хорошем состоянии, чтобы я смогла его продать, и продать желательно быстро, чтобы вернуть эти деньги Евгению в начале сентября. А теперь, когда ситуация такая, я не знаю, что делать. И я не хочу отступаться от проекта с трактором. Я знаю, что Владимир нуждается в тракторе, я хочу ему помочь. Но также я понимаю, что мне просто сейчас негде взять полмиллиона рублей. Я надеюсь, вы не считываете мое сообщение как какую-то жалобу или просьбу вас помочь мне. Ни в коем случае. Я знаю, что это как бы мой трабл, я должна его как-то сама решить. Но просто это крик души в моменте. Вот мы снимаем все как есть, без утайки. И просто сейчас я немного в смятении, не знаю, что делать. Потому что я сталкиваюсь с такой серьезной проблемой впервые. И не хочу просить близких мне помочь, потому что, опять же, это будет очень, не знаю, инфантильно. По-детски, если я прибегу со слезами к кому-то. Поэтому надо сейчас просто подумать, посидеть, как эту ситуацию можно решить мне самостоятельно. Многие из вас, наверное, сейчас зададутся вопросом. Я привижу эти комментарии внизу. Типа, почему ты просто сейчас его не расклеишь и начнешь там продавать где-то там. Объясню. Многие из вас, наверное, понимают, как зарабатывают блогеры. Для них контент равно деньги. То есть мы монетизируем контент с помощью рекламы, которая к нам поступает. Тем более, если сейчас мы говорим про YouTube, отключили монетизацию. Поэтому единственный способ – это внешняя реклама от рекламодателей. А на что приходят рекламодатели? Они приходят на просмотры, охваты, на аудиторию. И единственный способ у блогера привлечь аудиторию – это делать классные проекты, за которыми будут следить, которыми будут восхищаться. И этот Гелик – это и есть мой проект. И это мой способ заработать. Каждая серия мне встает в деньги. И каждая серия, я как на нее трачу деньги, так я их обратно и получаю. Поэтому мне жизненно важно закончить этот проект, потому что у меня был контент-план, который мне нужно закончить, чтобы достичь определенного количества подписчиков, аудитории, просмотров. И поэтому просто сейчас прям взять и даже после увиденного взять его, расклеить и выставить на продажу я не могу. И еще раз хочу сказать спасибо Дрому за то, что поддержали мой проект и помогли найти идеальную машину. И ведь правда, все самые лучшие варианты я всегда находила на Дроме, и у них там объявления почти все от собственника, поэтому не напоритесь на какую-то фигню. Так что смело идите на Дроме, ребята. Короче, делаем так. Мы до конца доводим работу в срок, о котором мы с вами договаривались. Но мне нужно понимание, что вы собираетесь делать дальше с геликом, который просто продырявлен. Когда все будет готово, мы снимем ковер и будем восстанавливать кузов. Полностью. Ну а что делать? Но все равно следы восстановления не будут читаться и на толщину, как это называется, этот прибор, который... Толщина меры. Да, толщина меры и так далее. То есть гелик уже не будет в том превозданном виде, в котором я вам его привезла. Он будет лучше. Я вам гарантирую. Это точно. Однозначно. И вы можете пожать мне руку. Да. На камеру. Хорошо. Я вам люблю. Я люблю. Абвокатэ